Салам родные мои, давно с вами не виделся. Ну как давно, например недавно, вчера, но не об этом сейчас. Сегодня наконец-таки пришло время поговорить о самп ютубе и контенте в целом. Детский контент, взрослый контент, контент для даунов и все тому подобное в сегодняшнем видеоролике. Хочу сразу сказать, засирать я сегодня буду, но имена называть не буду. Буду называть имена только более-менее хороших ютуберов, которых бы я сам вам посоветовал. Ну и конечно сейчас самая кайфовая мысль в голове наверное каждого, это типа Ебать, у него 1к подписчиков и он нам втирает за самп ютуб. Ну типа давайте ставить дизлайк и пошел он нахуй. На самом деле даже со своей армией 1000 подписчиков, которые не особо порой смотрят мои видеоролики, не знаю почему исправляем это. Так вот, даже с этой аудиторией я могу вам все равно говорить свои мысли, рассказывать об этом и делать те видеоролики, которые я считаю интересными и которые мне по кайфу, а не вам. Ну точнее вам и мне, короче нам всем по кайфу. Затягивать я не буду, все основное скажу уже в самом видеоролике, ну а сейчас я советую вам подписаться на мой канал, поставить лайк в конце видеоролика, ну или в середине, желательно в середине не забыть написать комментарий, ну а также напиши своего любимого ютубера и чем он тебе нравится. Ну и главное, подписку не забываем и приятного просмотра. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь кто-то под ней. Он на самом деле разнообразный, насколько он интересный и неоднозначный. Говорить можно об этом много, но для того, чтобы вы понимали, я из того времени, когда я смотрел Гранд Леона, который снимал самп, топовые самперы это были, получается, ландстоп начинающий, это был Такс, Филиппин и вот тому подобная компания. На данный момент они, наверное, даже уже не помнят, что такое самп. Итак, я вам дал понять, каких ютуберов я знал и каких я начинал смотреть. Ну а теперь поехали. На данный момент самп ютуб делится, так сказать, общественным мнением на несколько категорий. Это контент для детей, это постановы, это нормальный, серьезный видеоролик, ну и это всякие алко-стримы и тому подобное. Если проходиться коротко по каждому из этих ютуберов, будет слишком глупо, странно и для чего мне каждого из них пиарить и рассказывать. Да, пиарить человеку, у которого 1к подписчиков. О чем я вообще говорю, данный видеоролик может даже не выстрелить, но он все равно будет на канале. Базарю. Поговорим именно по самим тематикам. Обычный контент ютуба самповского, который чаще всего встречается, это детский контент. Что вообще такое детский контент и как его представляют игроки? Это либо различные постановы, это либо дал 1млн там какому-нибудь бомжу и слежу за ним и весело комментирую, либо же это 2 в 1 постанова и дал денег. Ну и все тому подобные видеоролики типа, бомж неадекват, самый тупой школьник, самый тупой мент, самый умный мент, самый лучший медик там и все тому подобное. Короче, я думаю вы поняли о каких я ютуберах говорю и о чем именно. На самом деле данный контент реально сложно назвать адекватным и сложно назвать каким-то прям серьезным и тем контентом, которым мы привыкли видеть. Но если мы конечно же берем все равно основную часть ютуба и то, кто играет в сампо, те, кто смотрит видеоролики, то понятное дело данные ютуберы сейчас на хайпе. Данные ютуберы сейчас являются теми, кого целевая аудитория как раз таки эти самые, извиняюсь за выражение, школьники. И конечно им проще зайти быстренько посмотреть видеоролик длиной 8-10 минут, в котором какой-нибудь ютубер дал кому-нибудь деньги или же посмотреть рофл над самым тупым ментом, которого якобы телепортировали и он якобы по каким-то случайным обстоятельствам пишет неправильно, пишет бред и как будто бы вообще вы разговариваете с ДЦП. Извиняюсь, если кого-то обидел. В этом плане я полностью согласен, данный контент смотреть сложно, его сложно оценивать, по той причине, что он сделан совсем на маленькую аудиторию, именно по возрасту, и как-то мы на него смотрим все-таки скептически. Но этот контент есть, он сейчас популярен и к сожалению его смотрят. Второй контент это более-менее обычные видеоролики или аудитория для взрослых, то есть ну пускай хотя бы 16+, но на самом деле говорить хочется 18, ну ладно 16. Это видеоролики по типу Ричи Гальяне, Лени Ферста, Хитка и вот тому подобных ютуберов. И их действительно по кайфу смотреть. Эти ютуберы снимают адекватный контент, он полезный, он интересный, он развлекательный и он несет в себе определенную хронологию, определенный смысл. В нем есть доля настоящего ютубера, которого вы смотрите. Вы не видите там ни постановы, ни каких-то глупых непонятных шуточек и все тому подобное. Поэтому данным ютуберам я оставлю только лишь плюс. Обожаю их смотреть, хотя Ричи я тебя давно не смотрел. Надо будет посмотреть, что ты сейчас снимаешь. Но я полностью уверен, что ты не стал таким же ютубером, который будет снимать какую-нибудь тупую постанову. Я помню тебя начинающим. Поэтому удачи в развитии и я надеюсь, что скоро ты наберешь 1 миллион. Ну а теперь третья часть ютуберов это стримеры. Это алкостримы, это обычные стримы и это всякие стримхаты. Здесь можно говорить вообще много. Потому что стримы в сампе сейчас очень популярны. И именно вот особенно у топовых ютуберов, которые начали непонятно куда уходить. Я не буду называть имен, но вы сейчас все поймете. Есть один ютубер, а может и не один, который в основном снимает, как он курит, как он бухает, как они приглашают на вечеринку девушек легкого поведения и все в этом духе. Если честно, я вообще не понимаю для кого данный контент. И можно ли его называть самповским контентом или как-то еще. Данные видеоролики, данные стримы вообще нужно, мне кажется, выбирать из ютуба. Камон. Кто-то говорит, что самп это для детей. Но в тот же момент смотрят других ютуберов, которые снимают такое. И здесь ваша логика ломается. Можно посмотреть, конечно, Мараса, которого знают все. И здесь как раз таки сложно что-то плохое сказать. Да, там были какие-то скандалы, да, там были всякие разоблачения на него, как он кого-то там как-то наебал, какие-то там скандалы и разборки. Но если мы говорим про то, насколько это расслабляющий контент, насколько можно посмеяться и просто хорошо провести время со взрослым человеком, который по сути, да, он играет на аудиторию, но это все прикольно, интересно и весело, то посмотреть Мараса можно. То же самое я могу сказать и про обычных стримеров, ютуберов по сампу. Ничего плохого в стримах не вижу. Но и есть другие ютуберы, которые вроде как самповские, либо раньше были связаны с сампом, а сейчас они опять же снимают, как они бухают, как они всирают деньги, всякие казино и тому подобный контент. И как бы это обидно не звучало для меня самого, но ютубер, которого я себе в какой-то момент ставил в пример, сейчас является именно таким. Я в какой-то момент подражал даже Митину, но сейчас даже на его стримы захожу очень редко. Пытался он с GTA 5 что-то начать снимать, стримить, но как-то все не пошло по сампу, тоже не особо понятно. И в общем, где он сейчас находится и в какой стези, сложно говорить. В остальном же очень легко можно отметить именно для себя лично. Это Ричи, это Делорензи, который уже редко снимает, но это и понятно, ему сейчас рэп интереснее. Это Лени Ферст, это получается хиток, ну и каких-то еще пару ютуберов я могу посмотреть. Но в остальном, в остальном очень сложно сейчас что-либо найти хорошее в самп ютубе. Когда-то я помню, все-таки был старенький самп ютуб, когда не было всех этих миллионников, там не было и 500 тысяч ни у кого, и 200, и 300 и так далее. В общем, самп был другим, ютуб был другим, на данный момент все сильно поменялось. Но у меня в сердце все равно все еще воспоминания того, как я смотрел Такса, Филиппина, Андрюха Киевского и все тому подобные старички. На данный момент о них, наверное, даже мало кто знает. Ну а на этом плавно можно подводить видеоролик к завершению. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, вы не забыли написать своего любимого ютубера. Ну а также просто не забыли оценить данный видеоролик. Всем удачи и до скорых встреч.